Программа из глубины Приветствую вас! Сегодня у нас в гостях известный музыкант Павел Потапов, участник проекта Moscow Rock City и также музыкальный журналист. Итак, Паша, я знаю, что у тебя достаточно долгий путь в музыке был, ты давно этим всем занимаешься и это твоя жизнь. Расскажи, с чего это все начиналось, как ты к этому пришел? Я знаю, что многие музыканты в своей автобиографии, Леми, в книге Мотли Крю говорят, что основная причина прихода к музыке – это любовь к женщинам. То есть с помощью музыки, они хотели завоевать наибольшее количество женщин, получить славу, деньги, но женщины были основной причиной. Как это было у тебя? Женщины, машина, женщины, яхта, женщины. Я сразу резко в хорошую компанию попал, да, к Леми и к Мотли Крю, хотя я не думаю, что настолько известные. Ну, если уж копать совсем далеко, все-таки, наверное, первые были у меня еще желания, еще до того, как были желания какие-то к женщинам, еще я года, когда в 4-5 слушал винил «Бременский музыкант» в две части, вот, скорее всего, вот как-то вот, ну, соответственно, сам мультфильм и саундтрек, они вот у меня вызвали желания, особенно этот концерт на площади. Вот почему-то я тогда впервые стал представлять, что вот я буду выступать на площади перед толпой народа. Когда еще я не понимал, что такое рок-музыка, то есть я просто знал, что вот музыка, в общем, ну, как бы, да, там всякие были Вио у нас, но у меня родители при этом там слушали, там, Дэвид Боу или Куин какие-то отдельные альбомы. Ну, то есть это для меня не было, не различалось на какие-то жанры, то есть просто музыка и музыка, разная, неважно, Толкунова или Битлз, это все для меня музыка была. А вот такое уже осознание именно вот конкретного рок-музыки, наверное, когда я увидел лет в 10 на видео Битлз, фильм «Хард Дэйз Найт», когда они вот вначале бегут по перрону, и за ним несется столпа девочек кричащих, вот тогда, да, тогда у меня уже и музыка, и девочки, они как-то воедино сошлись, и, ну, я подумал, что да, вот я бы хотел именно вот этим заниматься. И какие были твои первые шаги в музыке? И все-таки, что было первее, музыкальная журналистика или ты сам стал принимать непосредственно участие в музыкальной жизни? Ну, сперва была журналистика, потому что это проще. Грубо говоря, даже еще до того, как появились вот эти вот компьютеры, в том понимании, в котором мы их сейчас, да, когда, ну, это уже как бы у всех дома, у кого нет компьютера, это уже как-то странно. Ну, то есть можно было писать, я первые свои вообще журналы сам для себя просто делал, ну, как бы так игрался, просто рисовал их от руки, рисовал там иллюстрации, все, то есть они у меня до сих пор даже где-то валяются. Это вот, ну, как бы, я не знаю, зачем, но такая вот была игра, я сам выпускал для себя журналы музыкальные. А потом уже, там, лет с 18 я начал выпускать «Киз Фэнзин», тогда я посел на «Киз» плотно и почему-то решил, что вот надо заниматься именно фэн-клубом «Киз», хотя у нас и хата было, и так было в стране уже 2-3. Вообще-то я решил, что вот моего не хватает обязательно, вот я стал выпускать свой сам издатовский журнальчик. О группе я тогда только мечтал, фантазировал, то есть, естественно, ну, поначалу я думал, что это будет оригинальная группа, то есть с оригинальным, там, я рисовал какие-то там костюмы, придумал, то есть, естественно, это должно было быть в моем понимании. зрелищное, что-то типа там «Киз» или «Элиса Купера». То есть ты не планировал, что это будут кавера, ты хотел как-то создавать свою музыку. Да, кавера, как бы я думал, ну, это так типа дома попеть, в ванной, там, я не знаю, в спальне. И потом только я, когда лет, там, ну, не знаю, лет 20 я побывал впервые на вот загранице на концерте три бит-группы «Киз», которые были полностью в костюме, в гриме, и я загорелся идеей сделать такую группу, но сам не петь там, потому что я понимал, что я как бы, ну, я не полстан, я не Джин Симмонс, играть я ни на чем не умею. Я хотел создать из других музыкантов такую три бит-группу, а поскольку у меня вот я дружил тогда с музыкантами, была столичная группа «Леди Праулер», и мне, например, казалось, что гитарист там даже внешне похож на «СФРЛ», я вот им начал проедать плед, что типа давайте вот, они и так играли пару каверов «Киз», я говорю, давайте вот сделаем трибют, там грим, вот костюмы, прямо вот здорово, и басист Миша, он как бы поддержал эту идею, ну, вот гитарист Рома, он поддержал идею играть «Киз», потому что он был фанат, но он не хотел связываться со всей этой бутафорией, но в итоге все равно так или иначе так получилось, что именно с этого и началась как бы моя тоже, скажем так, карьера, потому что я их все-таки сподобил сделать программу «Киз», да, то есть я забил, вот, кстати, вот здесь недалеко, на Нахимовском проспекте ДК, ну, тогда у меня были такие размахи, то есть я же как бы до этого рок-группу все видел на стадионах, я не думал, что там надо будет выступать в барах или где-то, я снял ДК и сделал уже афиши, а они как бы еще даже не были, ну, музыканты готовы, и у них тогда сменился вокалист, и они говорят, а ты можешь нам вокалиста найти, кто будет петь? Потому что тогда они позвали нового молодого вокалиста по имени Максим Самосват, позже он прославился в том числе в рядах группы «Эпидемия», тогда он был еще юный и зеленый, и они хотели, чтобы он больше сосредоточился на их творчестве, на их песнях, а он говорит, а нам вот под коверокис нужен кто-то, и я говорю, ну, давайте я. Ну, это же, да, бутафория, вот ты говоришь, то есть, в принципе, это важно. Все-таки шоу идет первее, чем музыка. Ну, нет, музыка все равно идет первее, потому что я не могу сказать про группы даже свои любимые, там, типа, Киз или, я не знаю, там, тех же ВАЗБ, да, или что у них шоу вперед, ну, идет. Ну, ты продумывал все это. Ну, то есть, нет, для меня это было важно, потому что, ну, как бы было мило, когда были там Элвис или Битлз, они, естественно, были безо всякого там макияжа, но они при этом были, ну, как бы, я не знаю, тогда это было как-то еще свежо, вот они были такие, все равно у них был какой-то имидж, в любом случае, Битлз, они смотрелись, это сейчас уже, ты смотришь на Битлз, на тех, кажется, ну, там, чуваки в костюмах. Ну, скучно, да. А тогда-то это было вот эти волосы, это все было в новинку, или тот же Элвис, который вилял бедрами, и его показывали вот так вот, чтобы не видели люди, что он виляет бедрами. Ну, а уже, конечно, там, когда мне уже эта мысль пришла в голову, там, уже там, 80-е, 90-е, уже этого было мало. Поэтому, нет, ну, да, шоу это важно, потому что в любом случае, когда, по крайней мере, это мои ощущения, когда вот ты смотришь на концерте, и ты видишь, что это даже не просто как музыканты, а как будто это какие-то инопланетяне высадились, то есть это что-то необычное, это больше впечатляет, чем просто выходят чуваки, там, я не знаю, в джинсах и в свитере. Поэтому, когда пришел Гранж, конечно, я просто рыдал, потому что я только-только подсел на эту музыку, вот на, ну, всех этих вот парней в спандексе с начесами, и вдруг пришли вот эти вот люди, сказали, что вот так теперь круто, не мыть голову, надевать свитер, там, я не знаю, рваные джинсы, я сказал, да нет, ну, у меня ребята во дворе выглядят ночью, то есть, как бы, это скучно. Ну, а ради популярности ты бы мог, вот, не мыть голову, одеваться в такую одежду, как Гранж, или все-таки популярность не так важна, как имидж? Ну, наверное, как бы, все-таки моя, ну, та точка, в которой я сейчас нахожусь, она доказывает все-таки, что я не готов на какие-то движения коммерческие, скажем, то есть, я упертый слишком, и эта упертая, конечно, наверное, несмотря на то, что есть, там, поговорки, что вода камень, то что-то, ну, не знаю, она, скорее всего, все-таки упертая больше во вред. Потому что, я думаю, те ребята и девчонки, которые прогибаются, они себя чувствуют лучше. А не было проблем из-за имиджа, то есть, вот этот мейкап в 90-х, сапоги старшей сестры и так далее? То есть, тогда же были неспокойные времена, и вот после концерта ты выходишь такой весь красивый, и вот на улицу попадаются люди, которым он не нравится. Да нет, я же и не ходил в таком виде по улице потом. Ну, то есть, это все смывалось. Нет, ну, я как бы согласен, что порой я перегибал палку. Сейчас я это понимаю. Наверное, это как бы у всех людей, то есть, все люди смотрят на свои детские фотографии, или там какие-нибудь юношеские, думают, о, нет, блин. Ну, просто у некоторых это более круто. То есть, грубо говоря, если там те же, ну, те же там кис смотрят на свои фотографии, когда им было по 25, я не думаю, что они краснеют. Хотя у них не всегда видно, краснеют они или нет, но... А вот у меня порой я думаю, нет, нет, ну, как бы, я себе молодому как будто говорю, не надо так одеваться, пожалуйста. Ну, ну, то есть, уже поезд ушел. Ну, то есть, в жизни ты не придерживаешься того же имиджа, что на сцене. То есть, по тебе нельзя сказать, вот, когда ты идешь, предположим, домой, или просто куда-то в гости, что ты металлист или музыкант. То есть, ты одеваешься как обычные люди. Ну, я не знаю, в любом случае, волосы там, ну, нет, ну, как-то я не могу сказать, что я прямо обычный. Потом, что такое обычный, особенно в наше время. То есть, одни парни ходят с бородами там, с закрученными кончиками, одни ходят в спортивных штанах, что вот в наше время обычно. Я не знаю, ну, то есть, нет, наверное, все-таки я надеюсь, что я не совсем обычный. Но... Я знаю, что ты играл и тусовался со многими известными музыкантами, которые были кумирами на протяжении многих лет. То есть, приезжал друг Блэр, ты с ним выступал из вас. Потом с Крисом Холмсом ты общался. Это вообще скандальная фигура. Ну, расскажи, как это было. Вспомню, может быть, какие-то интересные истории. Удалось ли с ними подружиться, или как бы все это осталось на уровне выступлений? Нет, ну, во-первых, я тусовался по разным всяким случаям, скажем так. То есть, начиная с того, что я поначалу просто как фанатик стоял возле подъезда гостиницы и просто умудрялась какие-то свои, может быть, найти подходы. То есть, не просто подойти тупо, там, сфотографироваться или взять автограф, а что-то предложить, может быть, чем заинтересовать. А чем, например? Потому что, я знаю... Я не буду открывать секрет, еще иначе все будут этим заниматься. Да, потому что многие девушки, например, говорят, я вот там ждала группу Стилпантера, они вышли, даже не обратили на меня внимания. Только там и стильные пантеры были там. Вы готовы к этому? Ну, значит, может быть, ей надо было походить в спортзал там или как-то в салон красоты. Может быть, тогда баню брать. Я не знаю. Ну, ты-то не девушка. То есть, секретов каких-то ты нам не рассказал? Ну, на самом деле, я бы сказал, что рок-звезды, они той или иной категории, да. Потому что понятно, что, конечно, меня никто не подпустил к Полу Маккартни. На самом деле, было по-другому история. Полу Маккартни не подпустили ко мне. Когда мы с ним один раз виделись, его охрана ему не дала подойти ко мне, чтобы он мне просписал спать. Ну, неважно. Если говорить, ну, даже вот про более, скажем так, мелкого масштаба рокеров, они сами как девушки. И то есть, надо себя с ними вести, как обычно ведешься. То есть, пригласить куда-нибудь там, угостить. И, ну, это все. Это минимум, что я могу. Ну, у тебя еще большой плюс, что ты хорошо говоришь по-английски, поэтому можешь поддержать беседу на любую тему. Ну, нормально, да, скажем. То есть, я их понимаю, они меня понимают процентов на 85. А как вот тебе удавалось общаться, например, с таким человеком взрывом, человеком-праздником, как Крис Холмс, например, который известен своими экстравагантными выходками и так далее? Ну, Крис – это уже другая история, потому что, я говорю, поначалу, если мы начинали, ну, я начинал, да, вот именно как просто, как вот фэн стоял, ждал. Потом, когда я уже начал работать там в журналах, сперва рок-кор, потом классик-рок, то есть, это уже были, ну, я официально встречался с ними, потому что я брал у них там интервью и, ну, а потом был такой период, то есть, я эту идею, на самом деле, вынашивал еще с 90-х, потому что регулярно, например, на Западе бывает, что какие-то там фэн-конвенции или что-то, и они приглашают там музыканта из там, ну, грубо говоря, Киса или из Юра и Хип, неважно, и то есть, для них это нормально. Когда я стал предлагать что-то у нас, они говорили, это дурак, что ли, потому что у нас многие, у нас люди многого боятся, то есть, они думают, что если этого никто не делает, это невозможно, ну, как бы априори, а я сказал, да нет, ну, почему нет, тем более, если они уже, ну, скажем, и самого Джона Симмонса звать, или там Полу Маккартни, это понятно, что никогда, и ни у кого денег не хватит, но если это какой-то чел, который там играл когда-то, сейчас он уже нигде не играет, он сидит просто, ковыряется в носу дома, ну, почему бы ему не съездить в Россию, где он не был, и не потусовать с фэнами там, тем более тут фэнами голодные, они же его там многие не видели, и вот мы все-таки, я, ну, скажем так, наиболее близко подошел к осуществлению этой идеи в году 2010, я думаю, мы начали возить регулярно, много ребят из группы Элиса Купера, и вот в том числе Керри Келли, кто у нас был первой ласточкой, он как бы нас лишил в этом плане девственности нашей, и вот он сказал, вот я играю с Крисом Холмсом, и мы решили, может, Холмс привезти, потому что ВАЗП-то у нас регулярно бывает, а Холмс, он вообще в Европе не был года с 97-го, с последних гастролей ВАЗП, где он еще участвовал, и как бы, ну, то есть, он был счастлив просто. Он сразу согласился, то есть вы ему просто написали по мейлу? Ну, мы ему не написали, потому что он по тем, по крайней мере, временам, он был еще пещерным человеком, он жил как бы в пещере, и у него не было ни компьютеров, ничего, но Керри Келли взял его на себя, он же с ними как бы дружит, они жили тогда рядом, и он его практически за руку к нам сюда привел. А какие у него впечатления России? Там понравились ли ему русские женщины? Как всегда говорят, все музыканты приезжают к нам, и сразу же впадают в ступор от такой обилии красивых женщин. Да, да, безусловно, но просто дело в том, что он также столкнулся с другой стороной наших русских фанатов, которые там любят взять автограф, любят там сфотографироваться там на аватарку ВКонтакте, но не хотят брать ничего другого. И поэтому он, конечно, был немножко в этом плане разочарован, потому что ну как-то он-то в 80-е, по крайней мере, он привык к тому, что если фанатки, то обычно это заканчивалось завтраком, как минимум. Ну, в общем, в итоге он все равно женился на француженке. Ну, то есть ему не очень повезло в этом плане. Нет, нет, ему понравилось, он с удовольствием сюда ездил, и я надеюсь, что мы его все-таки здесь еще увидим в ближайшее время, я надеюсь. А что касается женщин, раньше вот были такие времена, что у всех висел плакат Дора, все мужчины мечтали о группе Виксен, о Лите Форд. Сейчас есть ли какие-то привлекательные женщины в Наталье? Кто сейчас, например, нравится тебе? Нет, почему? Ну, зарубежно. Сейчас вот на слуху группа нервоза, но это не совсем то. То есть там женщины не такие нежные, не такие выражительные, как Дора. То есть насколько сильно поменялись времена? Есть ли сейчас вот такие же яркие личности, как Дора или Виксен? Нет, я думаю, есть. Во-первых, я бы сказал, что даже, может быть, тогда, и то не все знали про тех же Виксен. Но Дора, да, она как-то больше, она такая вот как бы вне стиля, что ли, ну, примерно как группа ВАЗ в свое время была, то есть ее любили и глэмеры, и там, и металлисты. И вот то же самое, мне кажется, Дора, она как бы так вот угождала, ну, своей музыкой, скажем, и тем и другим. А сейчас, да ну, ну, нет, ну, да нет, как бы, я бы не сказал, что эта ситуация как-то ухмышлась. Мне кажется, полно девчачьих групп. Крусифайт Барбара вот из Швеции были, но они и сейчас есть, я не знаю, наверное. Я не знаю, какая-нибудь Тейлор Момсон, она считается как рокерша или нет. Не знаю, но она не так на слуху, как Дора. А у тебя висят плакаты Дора, кстати? Тебе она нравится? Ну, один висит, но это просто то, что я все лет 20 никак не, ну, скажем, все никак не сниму эти плакаты. То есть я думаю, блин, эти плакаты, они висят уже, мне кажется, у меня еще с революции, с 17-го года пора их уже снимать. Они же все выцвели, думаю, ну ладно, завтра. И вот это завтра никак все не наступит у меня. А как ты себя чувствуешь, когда вот ты встречаешься с кумирами своей юности, тот же самый Доро? Например, бьется ли сердце сильнее, потеют ли ладошки? То есть чувствуешь ли ты, что вот какая-то мечта, которая была у всех 16-летних юношей, 20-30 лет назад осуществилась, или сейчас это уже все спокойнее? Ну, это сложный вопрос, потому что, ну, во-первых, конечно, уже немножко чувства эти замылились. То, что когда ты уже много общаешься и часто с разными людьми, кого раньше ты там видел только на видеокассетах плохого качества, или вот на всяких вот этих фотографиях переснятых, но это уже не так, конечно, уже в штыре, скажем. Потом, ну, как бы, я не знаю, это, наверное, не очень, ну, то есть, скажем так, мы все уже, как бы, выросли с тех пор, то есть и я, и Дора, и поэтому, как бы, уже, наверное, эмоции у меня немножко не те, и, ну, вот есть это вот чувство, что ты, оно иногда проскались, оно вот не постоянным фоном, а иногда оно вот как бы вот так вот мигает, что ты думаешь, да, я же когда-то, блин, то есть там смотрел там какие-то клипы, да, или вот у меня там какие-то постеры висели, а сейчас я вот реально с этим человеком стою и общаюсь, и она, причем, сама со мной что-то меня спрашивает, а не просто вот как бы, да, ну, ну, как бы нет, то есть у меня вот, я думаю, что я надеюсь, по крайней мере, что у меня вот этот вот такой совсем слепой фанатизм прошел. Может быть, я бы как-то, может быть, сорвался, скажем, у меня была бы возможность с тем же Маккартнем поговорить, потому что все-таки Битлз, это была моя первая музыкальная любовь, и они для меня до сих пор важны, но и то я не знаю, да и нет, мне кажется, я бы... Но многие наверняка тебе завидуют, а как вот ты сталкиваешься с завистью? Бывает, чувствуешь, что человек, там, ты положим, а вот он там на фотографии с Дора сегодня, завтра на фотографии с Элисом Купером, встречаются ли какие-то негативные реакции? Да, начнем с того, что, во-первых, я поначалу вообще-то не светил, это как бы было, ну, мои воспоминания, а у меня, когда вот всякие эти соцсети уже пошли, мне там говорили, а почему ты в ВКонтакте не сделаешь альбом? Я говорю, да я не хочу, потому что люди начнут говорить, что вот я хваст, да нет, ты что, наоборот, это клево, всем интереснее, и когда я его сделал, естественно, стали люди говорить, а, ну, понятно, он только для этого этим и занимается, вот там, фоткается, потом выкладывает, я думаю, блин, ну, то есть я... Потом я некоторым людям объясняю, например, вот я общался не так давно, вот парень, у него там жена, двое детей, вот он говорит, блин, ты же вот с Брайаном Мэйом общался, а я вот куин, такой фанат, я говорю, ну, понимаешь, просто мы все в жизни ставим на разные вещи, вот у меня нет жены, у меня нет детей, хотя мне уже как бы и пора бы, и уже хотелось бы, но зато я потратил много времени, усилий, денег, вот именно на то, чтобы вот пообщаться с какими-то своими, да, кумирами, потому что мне это было важно. А ты думаешь, что семья совместима с рок-музыкой, с различными разъездами, я знаю, что ты часто выступаешь, то есть возможно ли воспитывать детей и периодически ездить в турне, тусоваться? Ну, да, наверное, да, но это как бы для меня, это как будто вот навалить себе на тарелку слишком много разной еды и... Селедки, нет, 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 спасибо, нет. Давайте я вам что-нибудь спою, а? Как бы откусить по чуть-чуть, но не насладиться полностью, то есть мне кажется, ну, вот это мое мнение, возможно, кому-то это удается, мне было бы сложно, то есть полностью отдавать чему-то одному, а так вот по чуть-чуть там, по чуть-чуть сям, ну, это и результат будет такой же. Можно я съем что-нибудь? Ну, ешьте, вон, сколько всего, не выбрасывать же. Я обожаю вкусно поесть. Потому что я думаю, что жене бы точно были бы какие-то поводы для ревности, потому что, бывая на твоих концертах, я вижу, что, ну, периодически вокруг тебя кучкуются какие-то девушки, предположим, если бы ты был женат, наверное, ей бы это было неприятно, твоей супруге сказал. Ну, я думаю, да. Все-таки имидж роб-героя, он подразбивает некоторую свободу и доступность. Ну, тут как бы, может быть, не очень удачный параллель, но, скажем, это все равно, что как встречаться с стриптизершей. То есть, с одной стороны, ты понимаешь, что, да, с тобой вот такая вот женщина, и когда ты идешь по улице, на нее обращать внимание, но, с другой стороны, когда ты понимаешь, что она на своей, ну, грубо говоря, работе, да, она трясет там разными частями тела, на нее смотрят куча похотливых мужиков, это бесит. Нет, нет, нет. Сексуальнее. Представьте, что ваше тело ласкают руки любовника. А ты бы мог бы встречаться с стриптизершей? Ну, или с моделью Плейбоя, например, которая тоже голенькая на развороте, и все на нее смотрят? Я не знаю, может быть, не надо попробовать, я бы тогда сказал. Ну, то есть, конечно, тут и да, и нет. То есть, у тебя все равно присутствует чувство собственничества, поэтому ты можешь это принять других людей. Ну, да, да. Ну, вот я знаю, что у тебя достаточно здоровый образ жизни. То есть, ты не употребляешь алкоголем, не куришь. А что для тебя праздник? Хотя некоторые, глядя на меня, в это не верят. Как вот тогда веселиться Рокер? Или у тебя все-таки есть какие-то тайные страсти, грязные пристрасти? Я сейчас просто разрушу свой имидж и все, своими откровениями. Ну, то есть, Рокер обязательно должен обладать какими-то вредными привычками? Ну, это стереотип какой-то уже устаревший. То есть, на самом деле, вот общаясь сейчас со многими Рокерами, ну да, может быть, кто-то выпьет пиво, но это максимум. То есть, там, естественно, уже не идет речь о каких-то белых дорожках, там, или, я не знаю, даже о какой-то траве, скажем. А знаешь, сколько в ту пору стоили резинки? Сколько? Не знаю, мы не пользовались. Опять же, что касается секса, разнузданного. То есть, это неплохо было бы, но, в общем-то, ни один из Рокеров, то есть, Рокеры, они, я говорю, во многом Рокеры, они похожи на девушек, и они слишком самовлюбленные, чтобы сами бегать и кого-то уговаривать. То есть, они-то ждут, что вот они выступили, они уже этим сделали свое дело. То есть, все, вы должны нам за это, как бы, уже нас отблагодарить доступными вам способами. А просто, когда этого не происходит, я не буду называть имен, но я был на концертах очень крутых современных металлических групп, я имею в виду, ну, западных, опять же, да, которые там собирали полный, я не знаю, какой-нибудь зал на Арджиникидзе. Он постоянно меняет название, я не помню, как он сейчас называется. И там были, естественно, девчонки, и все. Потом я к ним приезжал в отель, и они сидели в полной, вообще, в подавленном состоянии, потому что они надеялись, ну, что хоть там кто-то, а нет. То есть, это не те времена, когда там в 60-е или там в 70-е, 80-е, то есть там... А с чем ты это связываешь? Девушки стали скромнее, девушки не верят в себя, то, что им может быть доступен музыкант после концерта. Охрана строже не пропускает к музыканту. Нет, я затрудняюсь, я как бы это так с психологической точки зрения не анализировал. Нет, ну, понятно, что в 80-е многих приструнил СПИД, то есть, потому что до этого его не было, и как бы, ну, максимум, там, что могли поймать, это, ну, то, что лечится, скажем так, и это не сильно парило. А потом, конечно, когда люди поняли, что ты можешь... Это как русская рулетка, то есть ты тынька, все, и ты мертвый. То есть, даже у меня была история, когда, как бы, ну, одна девушка вовремя... А-а-а-а! Фак, this! Точнее, даже не так. Мне сказали про одну девушку вовремя, что якобы она больна этим. Ну, я не знаю, насколько это правда или нет, но... И то есть ты сразу думаешь, вау, то есть я был вот так вот близок от того, чтобы, ну, да. А у тех-то парней тогда это прям, это же был конвейер, на самом деле. Следующее! Следующее! Га-а-а! Стоит личная цыпочка! Ну, то есть это все, как бы, на самом деле, это все такие древние стереотипы насчет вот секс-дракса на рок-н-ролл. Сейчас многие рокеры, они, на самом деле, вот, вроде кажется, что они там на сцене жгут, но, на самом деле, они за сценой, они везут довольно унылый образ жизни, вот так вот. Многие фэны бы их разочаровались, то есть они, например, сидят просто там в гостиничном баре, и, ну, кто-то выпивает, кто-то, может, просто в номере отдыхает. И многие, на самом деле, по утрам потом ходят в спортзал. Вот это то, что, как бы, отказываются принимать многие фанаты, говорят, ну, как же, надо же там набухаться, там, да, там, напороться, еще что-то сделать. А на самом деле люди, они многие уже ведут, ну, потому что они уже, как бы, в основном все, вот, по крайней мере, вот, те люди, о ком мы сейчас, да, говорили в этом разговоре, они все не мальчики уже, им всем, там, по 60 или, там, около того. И для того, чтобы скакать по сцене, там, два часа, они же не просто вот так вот стоят на одном месте, они же двигаются, это надо себя поддерживать в форме. Поэтому, как бы, ну, я до этого, слава богу, тоже дошел. Не могу сказать, что там я какой-то маньяк ЗОЖа, но... Ну, в твоем возрасте-то, я знаю, вот Ликрю еще были ого-го в плане праздников. По слухам. По книжке, да. Ну, там наверняка... Ну, а ты бы, кстати, хотел бы написать свою автобиографию, ну, вот, как Мотлик Рибути, книжки грязь. Я себя не равняю с такими людьми, ну, это было бы довольно... Не знаю, нет, ну, может быть, в общем, написать вот о тех вот встречах, которые у меня были, возможно, это людям через, там, 50, не, может быть, даже 10 лет будет интересно. Когда вот, ну, к сожалению, понятно, что мы все смертные, рано или поздно, ну, сперва уйдут вот эти вот, скажем, покорения 60-х, оно уже уходит, да, 70-х. Ну, рано или поздно начнут уходить и вот эти герои 80-х, они же все равно, ну, лет на 20 постарше, да, меня? Они любят вспоминать старину, когда шмаль еще называли травкой. В 60-х мы пыхали прямо на улице, и полиция не приставала. Они тоже торчали, все тогда торчали. И, возможно, кому-то будет интересно вот мои какие-то вот эти вот истории почитать. Если я к тому времени еще не заболею склерозом, буду что-то помнить. Ну, и потом, плюс, я же как бы веду свои дневники, поэтому, возможно, я как-то... А, то, значит, все равно у тебя есть какая-то склонность к этому... Ну, да, ну, они как бы, скажем так, для себя просто, чтобы я помнил. То есть, там, это не литературное произведение, которое можно кому-то дать почитать. Это так свои бредни, то есть... А как ты думаешь, будет ли еще взрыв глэм-рока? Может ли быть еще одна волна? Или все будет скорее сходить на нет, и будут возникать новости? Глэм-рок? Да, глэм-ментал. Да, ну, не знаю. Оценки потребителей будут от... Ой, как здорово! Ой, как здорово! До... Да! Может быть, да, одно время я прям так вот верил, что да, это должно быть, это же так круто, как это может быть не круто, когда вот эти вот парни там все... Ну, на самом деле, я понимаю, что это... Не знаю, вот сейчас, когда я вижу все вот эти вот шведско-финские там Санта-Крузы и, я не знаю, там, Крэйзи Ликсы, Ну, то есть это для меня все равно, что как... Ну, это примерно как вот были Stray Cats в 80-е, то есть когда уже это уже как бы все было не модно, они пытались возобновить вот эту вот волну, там, бибопа или, я не знаю, там... Да, рокобили, да. Рокобили, да, со всякими этими коками и все. То есть как бы это был такой как ностальгический, скажем, проект. Я вот к этому так же отношусь. То есть я не считаю, что такого плана музыка может реально всерьез там ворваться опять в хит-парады, на стадионы. То есть это вот больше вот как вот какие-то вот бенды, которые одни там под старый джаз, одни вот под рок-н-ролл там 60-х, кто-то там под битловские дела со всякими этими безворотничков, костюмчиками, кто-то вот помадится и на чес все ставит. Но я не знаю, даже если я слушаю их музыку просто независимо от имиджа, все равно я понимаю, что вот здесь чуть-чуть Ди Флеппор, здесь чуть-чуть, я не знаю, Элой Ганс там. Ну то есть ты тоже понимаешь, что это уже все как такая как мозаика склеена из-за того, что уже когда-то было. Поэтому лично я лучше послушаю настоящий ред из тех времен, чем там каких-то их имитаторов. Ну а за деньги, предположим, ты бы мог принять участие в каком-нибудь поп-проекте, например? Ну успешном, допустим, который тебе совсем не нравится, но хорошее. Я трезво оцениваю свои как бы внешние данные, все, что никто бы не захотел назвать ни в какой поп-проект, скорее всего. Нет, то есть я вижу свое будущее, например, я не исключаю это, я понимаю, что сейчас прозвучит может как какое-то предательство для кого-то, но что там, ну когда мне будет там условно 50, может быть мне будет уже стыдно скакать в каких-то ритузах и с накрашенным, я не знаю, губами по сцене. Может мне захочется что-то поспокойнее, ну уровня, я не знаю, Криса де Бурга или, я не знаю, что-то вот такого плана. Если это можно считать поп-музыкой, для меня это все равно такой как бы стык, да, вот легкого рока, но, а вот так, чтобы совсем поп, там, мне кажется, я тоже как-то для этого немножко староватый и недостаточно симпатичный. Ну а кавера, вот то, что ты исполняешь на английском языке, это бы мог себе представить на русском языке, исполнять, например, какие-то песни, делать кавера, переводить самому? Ну, да нет, мне кажется, в этом нет смысла, потому что это же, ну я не знаю, это как своя стилистика, а мне кажется, язык он не отрывен. Нет, я не думаю, а петь какие-то русские группы, я не знаю, они же и так есть, во-первых, а во-вторых, взять ту же арию, там, мне кажется, в любом рок-клубе любого города России кто-нибудь обязательно каверитарию, поэтому зачем мне это еще нужно делать? Ну, я имела в виду переводные, там, по-моему, песни Кис переводить и так далее. Ну, серьезно, то есть, во-первых, это будет коряво звучать, и мне будет и петь неудобно, потому что там совсем другая фонетика, то есть, я не думаю. Больше рок-н-ролла. Ну, пиздусь. Вот она. Победители. Победители. Надо еще придумать слова. Победители, да? Ну да, вроде того. Петь, а, кстати, о репетициях и о петь. Как часто вы репетируете? Потому что некоторые, например, говорят, ну, кто умеет, тому и не надо репетировать. Репетируют те, кто не умеет. Ну да. Вот вы репетируете? Ну, нет, мы репетируем, да, конечно. Как бы даже старый какой-то, ну, скажем, то, что материал, что у нас уже наигранный, то ли лишний раз не вредно собраться, вспомнить, а новый, да, конечно. Ну, то есть я ненавижу, бывает, было несколько раз, вот когда ты выходишь, и ты вообще без репетиции эта песня. Ну, только потому что я слышал там сто раз уже на кассете, там, на диске, да, но все равно как-то это немножко, ну, и как-то не совсем уверенно себя чувствуешь. Ну, да нет, я все-таки думаю, что это нужно, то есть даже когда мы вот привозили всех этих ребят вот из групп, они все равно репетировали, но хотя бы, чтобы вот почувствовать вот это вот единство с группой, ну, то есть, я не знаю, все равно как с девушкой посидеть немножко, пообщаться, хоть узнать друг друга, прежде чем ложиться куда-то, ну, то есть, мне кажется, это то же самое. А то, что вот приезжали музыканты, остались ли они довольны России, понравилось ли им, возвращались ли они второй раз, третий? Не все из тех, кого мы привозили, были здесь в первый раз, потому что Керри Келли уже был целый тур, там, у него был с Элисом Купером, там, я не знаю, Крис Слейт уже выступал здесь с Майклом Шенкером, то есть, мне кажется, я даже не знаю, мы впервые привозили только Криса Холмса и, наверное, Джона Караби, мне кажется, остальные все были уже до этого, поэтому... Ну, Караби понравился, например, России? Ну, он какой-то немножко смурноватый, ну, вообще не поймешь, чем ему нравится, чем ему не нравится. А кто самый веселый из музыкантов, с кем тебе приходилось общаться? Ну, не знаю, смотря в чем измерять это веселье. Ну, Крис Холмс, он как бы, да, он такой своеобразный товарищ, то есть, когда ты уже врубаешься, его юмор, скажем, такой немножко на уровне четвертого класса средней школы, ну, он как бы, да, он классный. А ты бы хотел сам выступать на Западе или в Америке, предположим? Ну, тоже с кавер-программой, например, как сейчас Kiss Forever Band ездит. Я бы соврал, если бы я сказал, что не хотел бы, но просто мне кажется, что это как бы в чужой монастырь, я не знаю, нет, наверное, в чужой монастырь с их уст... Нет, я не знаю, как это правильно переформулировать, но, в общем, то есть, мне кажется, это уже у них настолько все хорошо и настолько это все в крови, что я буду все равно смотреться неесте... Может быть, здесь многие мне делают комплименты, это не я сейчас себя хвалю, мне так говорят, что я на сцене смотрюсь довольно аутентично, ну, как будто бы я иностранец. Но мне кажется, там будет очевидно, что я не иностранец. Ну, я не знаю, я настолько в себя не верю. Мне кажется, у них все... Если ты приезжаешь в Скандинавию, там... Я слышал где-то по статистике, что в Скандинавии самое большое количество... В Швеции самое большое количество музыкантов на душу населения. У них огромный процент именно музыкантов. Зачем я там нужен? То есть, в Америке там тоже с этим все нормально, не знаю, то есть... Ну, то есть, было бы здорово, конечно, я бы хотел, но, мне кажется, я там не особо нужен. Ну, подводя, скажем так, черту под нашим интервью сегодня, заканчивая, Паш, то есть, вот на ближайшее время, какие у тебя планы? То есть, где ты будешь выступать? Что интересного ты планируешь? Как бы собираешься ли ты развивать программу? То есть, я знаю, что сейчас ты выступаешь там с коверами Джудас Прист, Кис, в общем, почти все группы делаешь, да? Чем-то ты нас еще удивишь в ближайшее время? Я все-таки на самом деле-то надеюсь, что рано или поздно я буду делать не только ковера. Из-за этого я, например, вот примкнул к группе Rock Machine год назад, с кем даже я впервые в жизни записал в студии именно авторскую песню. Я там, правда, только текст написал, но тем не менее. И я очень воодушевился. Как-то вот это вот на самом деле, эта фишка, то есть, я как бы чувствовал, что это так, но пока я не попробовал. Когда я попробовал, я понял, что это реально так. То есть, когда люди сами творят, неважно даже вот если вот рисуют какие-то картины, да, или что-то, то есть, со стороны может людям показаться, что это что такое за фигня. То есть, когда ты творишь, это вот у тебя вот поет там душа, да, в первую очередь. И когда я записал вот эту первую песню, я ужасно там спел, мне не понравилось, все естественно. Я не знаю, кому-нибудь нравится, когда они там поют в студии, мне кажется, никому. И наверняка мы будем потом смотреть это интервью и тоже плеваться, как мы выглядим. Уй, идиот! Ну, тем не менее, и вот когда я услышал эту песню, я думаю, блин, это так здорово, у меня вот прям вот, и у нас были планы уже прям целый альбом писать. То есть, я там, ну, я же мечтал там впервые записать свой альбом, еще со времен, когда я Битлз услышал. То есть, меня вот это увлекло, но я не знаю, мне нужен как-то свой, скажем, там, Леннон Маккартни, Джаггер Ричардс, то есть, вот Стэнли Симонс, свой второй человек. Один я не могу, я, к сожалению, не настолько там талантливый сонграйтер, чтобы, поэтому, нет, коверается здорово, но сейчас как-то они немножко для меня, может быть, потеряли актуальность. Я все равно их пою, вот сейчас волею случая мне пришлось целую программу ACDC сделать, что довольно безумно, поскольку я никогда не думал, что я буду петь ACDC, потому что это немножко не мое, мне сложно, и все, но вот так получилось, что раз, два, и прямо это стало востребовано. Несмотря на то, что есть, как бы, ребята, кто, может быть, покруче мне ACDC поют у нас, но как-то вот ты никогда не знаешь по этому, возможно, я там через полгода буду петь где-то коверан и дюран, дюран, я не знаю, но... Вот это поворот! Пока нет конкретных. А пока девушки могут приходить на твой концерт и как бы знать, что ты свободен и можно к тебе подходить, флиртовать. На самом деле, не только девушки могут приходить на мой концерт, но флиртовать, наверное... Только пока, только девушки. Ну, ты же сам говоришь, я не знаю, что изменить. Нет, я говорил про творческие планы, а не про... Ну, отлично. Программа «Из глубины».